Здравствуйте! Это программа «Говорит и показывает ЛДПР» в студии Ларисы Шконзина. Ровно 30 минут мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы по телефону, который вы сейчас видите на экране. А также вы можете писать на сайт, в интернет свои предложения, и вопросы, и предложения. Адрес сайта вы также видите на экране. Сегодня у меня в гостях Михаил Дегтярев, координатор регионального, Самарского регионального отделения ЛДПР. Добрый вечер, Лариса и дорогие телезрители. Собственно, по традиции, да, мы уже встречаемся в этой студии. И сегодня ровно месяц, как программа «Говорит и показывает ЛДПР» в эфире. И я думаю, что можно даже подвести какие-то небольшие итоги того, с какими обращениями к вам обращаются. Я еще раз приглашаю всех наших телезрителей нам звонить, телефон на экранах, писать нам на сайт, на электронную почту, читать наши блоги, обращаться через микроблог в Твиттере. И вот небольшую подборку, я думаю, мы к такой практике подойдем каждую передачу. 5-7 минут будем уделять обращениям гражданам. Через сайт обратился Слепчук Владимир Николаевич, работал капитаном на корабле. Задержали выплаты после увольнения. Можно ли обратиться? Можно, нужно и всякую помощь окажем. Марина из Чапаевска. Общежитие на улице Щерц 117. В отвратительном состоянии. Что делать? Будем разговаривать с Чапаевской властью. Владимир из Тольятти. Номер на 1766 оканчивается. Хочет просто вступить в партию. Мы уже, Владимир, ваш телефон передали нашему руководителю в Тольятти. Это Евгений Индашивин, активист, рабочий в ВАЗе. Он с вами свяжется. Гакман Григорий Васильевич интересуется проблемами ЖКХ. Спрашивает, почему ЛДПР не проводит акции мониторинг. Недостаточно информации мы даем. Мы мониторинг тарифа ЖКХ первой независимой провели в этом году по Самарской области. Выяснили, что в Самаре по воде рост превысил 15%. Под 30% по воде. Хотя с больших трибун руководство страны говорит не больше 15%. Ждем ответа из нашей ненаглядной мэрии. На сайт Думы пришло обращение от Чугункина Сергея Николаевича. Мичурин 122. Просит воздействовать на ПТС-сервис. Воздействуем. Завтра, кстати, будет личная встреча у меня с начальством из этой организации. Поэтому вопрос. Просит в садике помочь. О садиках мы еще поговорим. У нас даже сюжет сегодня будет на эту тему. Село, поселок Осинки Волжского района просит молодежь поставить им хоккейную коробку. Поставим. Они уже подготовили площадку. Никаких проблем. Партия поможет. Скинутся члены координационного совета. Поляков Валерий Андреевич. Поляков Валерий Андреевич. Ветеран просит улучшить жилищные условия. С городом уже связались, с городской администрацией, с Самарской. Все меры примут по максимальным срокам. И мы обязательно проинформируем наших телезрителей. Ну и в общем очень много обращений. У нас телезрители, которые буквально сегодня звонили, и очень интересуются семьей Таразановых. Все о ней знают и помнят. Вы говорили о ситуации в этой семье Медведеву, президенту. Есть какие-то подвижки вообще? Да, семья Таразановых. Я напомню, у них 8 детей. Бабушка, отец, единственная работающая. И матушка Наташа. Она сейчас, кстати, на последней стадии рака умирает. Вот. Я напомню, президент просил местной региональной власти помочь. Единственный, кто откликнулся, это наш губернатор Владимир Владимирович Артиков. Вместе с РЖД нашли возможность. Квартиру им выделяют. Сейчас ремонт идет. Ну вот, погибает мать. И не могу не отметить паспортный стол. Самарский промышленный, который пошел навстречу. Там все вопросы с пропиской очень хорошо отработал. Не могу опять же не отметить, что в свое время, за полтора месяца до обращения к президенту, я обращался к главе города с просьбой помочь Казарову через блог письменно. Никаких движений до того, как эту тему я поднял в прямом эфире перед Медведевым Дмитрием Анатольевичем. И самое интересное, что возможность обращения через интернет, через блог активно популяризуется руководителем, президентом. Многие чиновники подхватывают, начинают этим активно увлекаться. И, как говорят, сейчас в Москве есть один анекдот про одного из высоких чиновников, что пропал, нашли через неделю в Твиттере. Вот так же про нашего главу, можно сказать, пропал, нашли в блоге. Ну, ситуацию вы держите все-таки, да, под контролем? Конечно, я ее как держу. Я обратился, губернатор с РЖД пошли навстречу, помогают. И уже вот какие-то, если сложности возникают с местными чиновниками, уже я здесь подключаюсь как координатор партии, как депутат. Но у нас есть звоночек, может быть, мы его послушаем? Да, давайте, очень интересно. Прямо эфир. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, очень уважаю вашу фракцию, Владимира Вольфовича. Но я считаю, что очень много говорят все фракции, а фактически, включая даже президента, простым людям очень мало помогают. Я вот инвалид первой группы неходячая. Мы приехали с Ташкента с мужем, муж второй группы. Приехали в 2002 году. Нам дали в Ташкенте в иммиграционной службе статус вынужденного переселенца. Мужу здесь дали статус, мне вообще отказали. Так как сын нас прописал. У сына квартира не приватизированная, а собственная. Сын нас просто из-за того, что мы больные, он нас прописал. Я прошу вас, обязательно оставьте координаты. Подождите, подождите секундочку. Я, Владимир Владимирович, написала, что в иммиграционной службе у нас перерегистрацию нас не приняли. Говорят, что мы у сына прописаны, поэтому вам не положено ничего. Я во все инстанции писала, и Медведеву, и все везде идут от ПИС. Я думаю, что ситуация хорошая. Еще раз оставьте, пожалуйста, координаты. Мы персонально займемся вашим вопросом. Мы свяжемся с руководством управления Федеральной миграционной службы. Если есть возможность, обязательно поможем. Я просто хочу еще раз напомнить. Действительно, у вас прямой эфир вы звоните. Но единственное, пожалуйста, формулируйте свой вопрос. Надо бы не отметить нашу позицию партийную. Натолкнул звонок. Мы единственная партия, которая считает, что любой русский человек в заявительном порядке обязан получать гражданство. Вынужденные переселенцы. Это наши граждане, наши русские. Мы вообще разъединенный народ до сих пор русский. Из-за того, что союз распался. Поэтому вот этот маразм, который присутствует в инструкциях, во всех работе чиновников, он недопустим. В нашу последнюю передачу мы завершали сюжетом о том, что закрылась одна из старейших школ Самары, 81-я. И 800 детей осталось непонятно, где будут учиться. Много новой информации. Да, вот есть что-то по этому поводу. Да, но я не могу не отметить, что сразу городская власть зашевелилась, как только появились митинги. То есть не БМ, как вот перед митингом руководитель департамента образования, не мог двух слов связать Колесникова, объяснить, куда детей будем устраивать. Глава города выступил, председатель думы выступил городской. Создали комиссию, до 1 июля выработают решение. Но опять же хочу обратить внимание общественности. Появились в интернете такие, назову их, наезды на нашу партию, на тех, кто поддержал родителей в их законных требованиях, что вот мы хотим пиариться на крови. Давайте, мол, детей запускать в аварийную школу. Коллеги, я напомню еще раз нашу позицию. Если школа аварийная, она подлежит закрытию. Но если полгода назад, а есть информация, что и год назад, и два года назад были документы, что она ветхая, аварийная. Эта информация имелась у чиновников? Почему не заложили деньги на то, чтобы построить или отремонтировать нынешнее здание? Я на Думино губернатской во вторник позавчера задал вопрос министру финансов области и министру строительства тоже региона. Ну, обращалась ли городская администрация за деньгами? Ответ простой. Обращалась, цифры необоснованные, от балды написаны, будем ждать, когда обоснуют. То есть, чем чиновники в городе занимаются, мне непонятно. И деньги есть, и профицит есть, и мы постоянно их распределяем по региону. То есть, конечно, если она аварийная, ее надо закрывать. Ну, так надо строить новую. Ну, я думаю, что это все лето будет актуален. Этот вопрос мы будем к нему периодически возвращаться. У нас просто есть звоночек еще. Давайте послушаем. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы живем на улице Проспект Кирова. У нас дом 283. Вокруг нашего дома 12 пивнушек. Осталось только два маленьких газончика. На одном из них строят нам еще одну пивнушку. А обращались везде. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Вот яркий пример. Я говорил много раз в эфирах. Это наследие Тархова, когда лидеры справоросов, так называемых. Когда по городу просто без документов изникали эти пивнушки. Ну, 12 возле одного. Да, мы давали авансы нынешней, опять же, власти городской. Молодой мэр пришел, хочет изменить ситуацию. Информация, что появляется новая. Так где вообще работа-то? Мы обязательно сделаем сюжет. Может быть, не в этой передаче, а в следующей. И в том числе и по этому дому. И хотелось бы, чтобы вы вышли и с нашими активистами и журналистами на эту тему пообщались. Дабы подключать уже правоохранительные органы. Потому что это беспредел. Ну, я думаю, еще будут звонки. У нас сейчас есть сюжет. Давайте его посмотрим. 1 мая у нас проходил традиционный митинг ЛДПР. И сложилась ситуация, когда представители нашей партии отказали дать микрофон. Но мы нашлись. Подключили собственную аппаратуру. Координатор в лесу партийный автобус. И на площади, где присутствовало 5 тысяч человек, заглушил всех наших оппонентов. Практические советы. Самарский либерал-демократ. Их почти 6 тысяч в регионе. Делится опытом и оригинальными идеями. Санаторий Циолковский собрал почти 200 единомышленников Владимира Жириновского со всего федерального округа. А также Чувашии и Мордовии. Мероприятие так и называется. Парт-школа. Каждый здесь и в роли учителя, и в роли ученика. Честно признаюсь, я даже забыл своему близкому другу Самару позвонить. Вот как мы заехали вчера. До сих пор такой драйв постоянно идет. Постоянно очень интересные занятия. Если у нас запланировано были по 50 минут занятия, то у нас сегодня первый урок прошел, будем называть урок, да, от школы. Полтора часа. Парт-школа растянулась на 4 дня. Участники прослушали свыше 20 часов полезных лекций, в том числе из уст московских коллег. Все это не что иное, как тщательная подготовка к избирательной кампании. Как показывает практика, мы очень хорошо сеем, очень хорошо выращиваем, но очень плохо пожинаем. А связано это с огромным количеством нарушений на выборах, когда, проводя агитационную кампанию, вкладывая большие деньги в рекламу политическую, мы становимся жертвами произвола со стороны чиновников административного ресурса, местных князей, денежных мешков. Вот, чтобы этому противостоять, в том числе и эта парт-школа проводилась. В школе получают знания. В принципе, парт-школа – это тоже получение знаний. И, наверное, самое главное для взрослых людей – это обмен опытом. Мы также готовимся к выборам, к тому, что будет происходить на выборах. Как будут пытаться обмануть избирателей. Как мы можем противостоять этому обману. Безусловно, как мы можем противостоять классификации. Предпоследний день стал кульминационным. Участники подвели итоги встречи. Она не станет последней. Парт-школы пройдут по всей стране. Неожиданным стал визит санаторицы Алковского-Тольяттинских единомышленников. Десятки молодых членов ЛДПР совместили приятное с полезным и прибыли в парт-школу на велосипедах. Ну вот, парт-школы вообще есть какой-то результат такой видимый от этих встреч? Ну, конечно. Во-первых, это обмен опытом. Во-вторых, это закалка. В-третьих, это мероприятия, которыми мы друг с другом делимся по подведению законному итогов голосования. Ведь люди нынче переживают, что его голос не будет учтен. Или его своруют, или нарисуют. Говорят, вот я хочу сказать, что наша партия призывает всегда приходить на выборы. Не надо отсиживаться дома. Вот как раз пассивность избирателей, она и приводит к манипуляциям. У власти появляется соблазн. Ну, кроме того, я не могу не отметить, что у нас в Самарской области вышла газета. Тиражом миллион триста экземпляров. Сто позиций ЛДПР. В каждый почтовый ящик. В нем, в этом издании, все наши 100 тезисов, наш партийный проект «Желанные дети будущей России» и пятерка наших кандидатов на выборах в Губернскую думу, о которой мы говорили в первой передаче. Я хочу обратиться ко всем телезрителям, чтобы они, если не получат эту газету, писали нам на сайты, звонили, обязательно доставим, потому что договор заключен с почтой, всякое бывает. Где-то не донесли, где-то потеряли, кого-то забыли. И также хочу всех призвать вот такие кепочки, маечки наши партийные забирать в наших штабах. Опять же, телефоны есть, интернет есть. Обращайтесь сами. Мы исходим из принципа, кому нужно, он всегда сам попросит, а мы всегда дадим. Мы вот всем подряд не раздаем, потому что считаем и с уважением относимся к собственной атрибутике. Ну, а я напоминаю, что у нас прямой эфир, звоните, и, собственно, уже еще есть звонок. Давайте его послушаем. Больше звонков. Да, да, говорите. Михаил, как-то вы можете прокомментировать? Вот народ говорит, что партия «Единая Россия» — это партия жуликов и воров. Вот ЛДПР как-то вот такое вот народное изречение. Спасибо, но я думаю, не совсем корректно все-таки будет. Нет, ну это известные лейблы, но что комментируют? Весь интернет именно этой аббревиатурой «ПЖИВ ПЕСТРИТ». Ну, это народ дал такое прозвище, что-то комментировать. Есть за что, потому что очень много коррупционеров в рядах. Я хочу обратить внимание, у нас ведь основатель партии Жириновский, и все, кто со дня основания в партии, все с нами до сих пор. А вот обратить внимание на партию технического большинства, Лужкова ушел из партии, основатель партии. Шаймиев, президент Торстана, ушел из партии, основатель партии. Там остались-то, в общем-то, раз-два и обчелся. Это говорит о больших проблемах. То есть сама элита понимает, что это уже тупик. Давайте вернемся к обращениям. Вы только что комментировали, и, собственно, они сами, обращения, говорят о том, что очень много вообще заявлений по поводу нехватки, дефицита детских мест в городе Самара. Детских садиков. И не только в Самаре, у нас масса. У нас есть по этому поводу сюжет. Давайте его послушаем и обсудим. Честность наказуема. По крайней мере, так считает преподаватель зоологии Элина Владимирова из Самарского госуниверситета. Четыре года назад женщина давала показания следователям против своего коллеги, бравшего взятки. Суд нечестного декана оправдал. Проректор и вовсе наградил. А вот свидетельнице ждать расплаты долго не пришлось. Увольнение отца и матери они тоже преподавали в ГОСЕ. Элина связывает только со своим участием в уголовном деле. Сама женщина тоже в черном списке. У нас в университете очень сильно за последние годы изменилась мораль. Общая мораль. Теперь, оказывается, пришли другие времена. И теперь не стыдно брать взятки. А стыдно, если деньги взял, а услугу не выполнил. Причем это я слышала, а на самом высоком уровне, ну, скажем так, уже дальше выше некуда. С 2011 года в уголовном кодексе существует четыре статьи по взяточничеству. Максимальный срок – 15 лет лишения свободы, плюс штраф в 70-кратном размере от суммы взятки. Юристы признаются, наказание солидное, но доказать вину непросто. Это преступление, которое доказать очень сложно, безусловно. Потому что очень трудно присутствовать непосредственно при передаче взятки. Это преступление, которое тайно совершается. Однако, с ростом технического прогресса будут и расти инструментари доказывания взятки. Элина не сдается и борется за место. В госе для нее лучше, чем под солнцем. Женщина обратилась в суд и надеется, что правда все же восторжествует. Ей сохранят работу и доброе имя. Ну вот это прямой эфир. Немножко у нас накладка. И мы хотели, собственно, чуть позже говорить именно о коррупциях в вузах. Давайте тогда о садиках поговорим в следующей передаче. Конечно. Я хочу обратиться к телезрителям, так как мы сегодня анонсируем, что 7 июля выйдет передача, посвященная вообще детским садикам, условиям приема, условиям работы. За неделю максимально на наши телефоны, на наши сайты, на наши электронные адреса прислать информацию, где какие проблемы. То есть проблема очередей известна, проблема взяток известна. Если какие-то факты есть, пожалуйста, к нам в партию обращайтесь, мы все покажем. По этому сюжету, вот и Елена Джоновна Владимирова дала показания. Коррупцию ведь невозможно доказать, правильно юрист говорит, если за руку не поймали. Человек в курсе, человек честный, порядочный. Сказал, да, на суде вот этот вот преподаватель, ну не буду его фамилию называть, брал. Вот, его осудили условно, потом восстановили, он преподает, а этот человек через некоторое время начал подвергаться гонениям. И родителей уволили, и сейчас она на грани увольнения. Мы встаем решить на защиту этого человека, порядочного, Елены Владимировой, и считаем, что гражданская позиция в любом случае честная, порядочная, должна восторжествовать над вот этой коррупционной системой. Это беспредел. Как вот Рошаль, да, Путину обратился, обо всех в медицине проблемах рассказал. Его начали прессовать со стороны Министерства здравоохранения. Вместо того, чтобы пойти на прямой контакт с заслуженным педиатром, да, вскрывать эти проблемы коррупционные, с ними бороться, начинает человек трамбовать. Или вот доктор Хренов, известный, да, случай, который про Потемкинские деревни там рассказывал тоже премьер-министру. Начали преследовать, увольнять, все неправду. Он придумал, что там оборудование перетаскивали какое-то там с одного отделения в другое, чтобы шоу показать руководству страны. Так единственный, кто его принял в Госдуме, я присутствовал, Джириновский. Единственный, кто этого доктора защищает, это Владимир Вольфчелл ДПР. И с Элиной Владимировой точно так же будет. Я не могу не отметить, что ректор Госуниверситета недавно возглавлял рекоотделения Единой России. Но я хочу сказать, что вообще редкая гражданская позиция, ведь в основном люди боятся открыто говорить, заявлять, и репрессии боятся. Есть передача ЛДПР, и ЛДПР вообще как институт в стране. Единственная оппозиционная партия, которая ни под кого никогда не ляжет и всех выведет на чистую воду. А у нас есть звоночек в студии? Можно перед звоночком я скажу, вот анонимка поступила, я не люблю анонимки, тоже связано с коррупцией. Сельхоз Академия, Усольский сельхоз колледж, вымогаются студентов деньги, они боятся подписаться. Я вот займусь этой проблемой и хотел бы подключить здесь прокуроров, только сегодня появилось. И прошу тоже не бояться, давайте подписываться. Анонимки, это конечно не очень красиво, но людей тоже можно понять. Это не значит, что проблемы нет, мы займемся Усольским сельхоз колледжем. Может быть кто-то найдется и действительно даст показания. А прокуроры займутся. Я понимаю прокуроры, да? У нас есть звоночек, давайте его послушаем. Да-да, говорите. Алло. Алло. Михаил Владимирович, здравствуйте, Александр, у вас беспокойство. Каждую передачу, Александр. Я как обещал, звоню вам каждую передачу, и сегодня у меня... Интересует такой вопрос. Так, как у вас ваша супруга-татарка, Александр? Любите ли вы ее? Обязательно, обязательно. Все, вы голосуете за ЛДПР и любите друг друга. А теперь вопрос. Хорошо, спасибо вам большое. Вопрос такой у меня. А вот что будет с вашей партией после ухода Жириновского на пенсию? Ему-то как бы уже, мне кажется, пора. Вот он готов дать дорогу молодым вам политикам? Как истинный партиец обязан ответить. Жириновский вечен, да? Нет, ну если уж по-серьезному, то я могу рекомендовать сайт. Есть Минаев Live.ru. Это ведущий, который идет в «Честный понедельник». Известный писатель Сергей Минаев. Он недавно интервьюировал Жириновского. И Владимир Вольфович там несколько фамилий назвал. Тех, кого он, в принципе, рассматривает и тренирует как преемник. Поэтому, ну, во-первых, он в великолепном состоянии. Я недавно же был у него. Он в прекрасном расположении духа. Он физически готов. Он прекрасно выглядит. Не дождетесь, да? Да, но на перспективу, конечно, он не может не рассматривать какие-то кандидатуры для замещения руководящих должностей. В партии есть кадровый резерв. В партии есть высший совет, кстати, который наполнен очень серьезными людьми, депутатами Государственной Думы. Есть вот в сюжете мелькнула Елена Владимировна Афанасьева. Молодой депутат Государственной Думы, уже председатель ЦКРК. Ну, а вашей фамилии нету ли в этих списках, Михаил? Я не могу сказать. Это же руководство решает. Кого он называется, посмотрите. Может быть, есть, не знаю. Хорошо. Ну, кстати, о пенсии. Раз уж зашел разговор. Недавно ЛДПР такую инициативу выдвинул, чтобы всех пенсионеров освободить от транспортного налога. Насколько это реально? Да, подробная информация у меня в блоге. Можно посмотреть. Ну, насколько это реально? Это вполне реально. И здесь очень простая формула. Мы, как партия, вообще считаем, сам институт, само явление транспортного налога, оно не должно существовать в России. Мы считаем, что больше ездишь, должен больше платить. Как этого добиться? Ввести вместо налога акциз на бензин. Большой внедорожник, прожорливый, в бензине платишь акциз, который поступает в фонд. Маленькая машина, мало ездит бензина, мало платишь. А то ведь, как сейчас получается, малолитражки у пенсионеров, которых мы предлагаем на сегодняшний день освободить от транспортного налога, и у таксистов малолитражки, они платят одинаково в бюджет страны. Почему? Эти больше портят дорожное полотно, экологию. А пенсионер 2-3 месяца поездил в огород и должен платить столько же. Поэтому мы предложили, губернантская дума пока отклонила, появились у них там некоторые опасения, они считают, что это большие выпадающие доходы из бюджета. К сентябрю я подготовлю, как депутат от ЛДПР, новый законопроект. Все мы это учтем, обоснуем, пропишем, что не более одного автомобиля высказывалось опасение, что пенсионеров будут записывать внедорожники, не мощнее 100 лошадиных сил уже в моем проекте. Есть формула. И выйдем, и проинформируем обязательно, как отголосовали. Я надеюсь, кстати, он пройдет. Есть большой шанс, что перед выборами партия технического большинства поддержит, а пенсионерам будет приятно. Ну то есть осень мы об этом и скажем, да? Обязательно. А у нас есть звоночек, я только предупреждаю, у нас очень мало времени. Пожалуйста, коротко вопрос. Здравствуйте, Александр Самара. Если выборы состоялись сейчас, сколько голосов партия собрала бы? Сегодня? Сколько есть выбор, что ли, сейчас? Сколько? 90, это бесспорно. Потому что ЛДПР начинает и выигрывает. Мы единственные, кто опубликовали уже пятерку вот в этой газете. Мы знаем, кто идет на выборы. Я напомню. Жириновский, Дегтярев, Виктор Михайлович Попов из Тольятти, наш депутат. Михаил Викторович Усов справа у берега, Сызрин, Шигуны, Октябрьск, Сызранский район Жигулевский. И Роман Мирошин, молодой активист, который голодал против приватизации загородного парка. Мы первые выходим и побеждаем. Тем не менее, это желаемые 90%. Давайте говорить все-таки о реалиях. Последняя информация, Владимир Вольфович позавчера озвучил, что мы в принципе можем смело рассчитывать на 30%. Это по России, да? По стране, конечно. А вот в Самарской области какие сейчас показатели? Ну а какие прогнозы? Мы сегодня социологию не проводим. Нам это не интересно по той простой причине, что до выборов времени много. Ну собственно, спасибо большое за то, что пришли. Обязательно звоните, обращайтесь. Напоминаю, тем детские сады за всю эту неделю предстоящую прошу. Все свои проблемы нам звонить, писать по интернету и выкладывать по максимуму. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Никакой цензуры, коллеги, спасибо. Спасибо. Оставайтесь на канале.